На международной выставке изобретений Inventions Geneva, проходившей с 10 по 14 апреля, впервые были представлены два проекта Казанского федерального университета. Инновационные лекарственные препараты, созданные в НОЦ фармацевтике Куфу, сотрудничают с акционерным обществом Tathim Farm препараты. Научная группа работает под руководством ведущего научного сотрудника НОЦ фармацевтика Казанского университета Юрия Штырлина. Международный салон изобретений в Женеве – это крупнейший в мире и один из наиболее авторитетных форумов подобного рода. В этом году мероприятие собрало более тысячи экспонатов из 40 стран мира. Сам факт получения золотых медалей – там же очень серьезная экспертиза. Проекты не просто как бы где-то висели стенды. Проекты представлялись, презентовались авторитетному международному жюри. Жюри оценивало их по широкому ряду критериев, очень серьезных критериев. Мы считаем, что это очень высокая оценка. Первый препарат нацелен на борьбу с хроническими воспалениями, в частности опорно-двигательной системы, такими как артрит и артроз. Он лучший сейчас в мире по целому ряду параметров. Во-первых, он лучший в мире по лечению хронических воспалительных всяких патологий. Потом у него, пожалуй, максимальный среди всех имеющихся нестероидных противовоспалительных лекарств анальгетический эффект, то есть обезболивающий. И еще у него рекордная безопасность. Наш препарат, он практически безопасен для желудка. У него очень высокие летальные дозы. Вторым препаратом является добавка, которая способна в несколько раз усилить действие препаратов против большинства видов рака. Основным преимуществом препарата является то, что он был создан совершенно на новом ряду, новом соединении компонентов. У нас структурно новый класс абсолютно соединений. Такого класса еще нет, чисто структурно. Во-вторых, как нам кажется, мы разработали наиболее безопасный препарат такого рода, потому что, опять же, наши исследования свидетельствуют о том, что на животных моделях, что он весьма безопасен. При испытании на мышах и кроликах применение добавки вместе со стандартной схемой химиотерапии помогло замедлить рост опухоли, а в ряде случаев помогло ее полностью вылечить. О том, как препарат будет действовать на людях, станет известно после 2020 года. Клинические испытания добавки намечены на 2019-2020 годы. При успешном прохождении тестирования на людях препарат сможет поступить в продажу к 2024 году. По обоим препаратам мы планируем выйти, начать эти исследования клинические в этом году, в 2019. Стоит отметить, что проекты лекарственных средств, представленные на выставке, входят в список восьми препаратов, разработанных КФУ в рамках работы Научного образовательного центра фармацевтики, организованного по федеральному проекту «Фарма-2020» с целью создания производства отечественных лекарственных препаратов, превосходящих по эффективности и безопасности все существующие на мировом фармацевтическом рынке аналоги.